Дорогие друзья, добрый день! Доброе утро! Всем добрый день! Доброе утро, друзья! Как у вас настроение, как погода? Всем доброе утро! Сегодня у нас интересный эфир, он будет посвящен переходу на зимнее питание и вообще переход, как образ жизни, должен соответствовать зимнему времени года. Добрый день! Друзья, я во вторник удалила зуб мудрости, поэтому я свой отёк прикрываю волосами, поэтому, пожалуйста, не пугайтесь, это скоро пройдёт. Чувствую себя замечательно, но отёк, он будет ещё достаточно долгое время. Меня он не смущает, надеюсь, что вас тоже. Я подумала, что если есть внутренняя энергия и решимость, и желание с вами встретиться, то отёк этому не помеха. Ну, в общем, вот реальная жизнь, поэтому надеюсь, что вас это не будет смущать. Мне удобно говорить, чувствую я себя отлично, поэтому в Нижнем Новгороде минус 24. Ого! Вот это да! Ну, настоящая зима. Я вот сегодня тоже одела зимний свитер для того, чтобы соответствовать нашей теме. Друзья, сегодня хочу, чтобы наш эфир был немного интерактивный, чтобы мы с вами были в диалоге. Я буду спрашивать вас про ваше самоощущение и самочувствие зимой. И мне от вас будут нужны некоторые ответы, которые в дальнейшем мы с вами разберём. Также, конечно же, я буду рада вашим вопросам, которые вы можете задавать по ходу моего эфира или в конце, когда у нас будет для этого время. Если у вас вопрос по теме того, что я говорю, здорово, если вы зададите вопрос сразу, да, чтобы потом к этой теме не возвращаться. В Новосибирске минус 38. Ну, передаём вам тёплый привет. Ну, у нас на самом деле тоже погода так себе, 14 градусов. Ну, правда, сегодня солнце. Вчера был дождь и было достаточно прохладно. И для этих мест эта погода такая, не самая приятная и не самая комфортная. Иногда мороз и сухость намного лучше, чем влага и дождь. Да, друзья. Итак, мы сегодня будем говорить про переход на зимнее состояние. У нас меняются сезоны. И в зависимости от того, какой текущий сезон, наш организм себя определённым образом чувствует, определённым образом настраивает. Я думаю, что те, кто давно на меня подписан, знают, что наш организм зависит от восхода и захода солнца, наше самочувствие. Наша гормональная система работает в зависимости от солнечных часов. Наш организм знает, когда утро, когда ночь, и определяет он это количеством дневного света. Поэтому здесь кроется главный регулятор гормональной системы организма человека. Мы об этом очень много говорили. И, конечно же, теперь, если это брать во внимание, то становится понятно, что зимой, становится понятно, что зимой, здесь, в общем-то, у нас есть проблема с количеством солнечного света, потому что световой день становится короче, и от этого организм наш, я бы не сказала, что страдает, но он перенастраивается. И человек должен тоже изменить свой образ жизни согласно сезону. И здорово, когда такая возможность есть, и возможность появляется тогда, когда у человека, ну, фактически есть знания. Поэтому наше обычное течение жизни, обычная наша бытовая рутина, тоже должна некоторым образом меняться в зависимости от сезона. Поэтому вот это мы будем говорить сегодня не только о питании, мы будем говорить еще и вот об этих аспектах, потому что эти аспекты очень важны, и они вам помогут. Почему важно соблюдать вот эту сезонность? Потому что нормально, когда вы себя чувствуете зимой энергично, легко, когда у вас не проявляются какие-то хронические заболевания, состояния, когда вы не набираете вес, когда вы не испытываете повышенную мерзливость, когда ваш уровень энергии высокий, вы чувствуете себя действительно энергично, вы продолжаете заниматься или начинаете заниматься спортом. Многие зимой начинают заниматься спортом, и это, я чуть дальше скажу, достаточно физиологично. Поэтому если зимой ваше самочувствие, вы боитесь зимы, говорите, что вы не переносите холод, что вы ненавидите мороз, что вы постоянно мерзнете, что у вас апатия, депрессия сезонная, что вам постоянно хочется каких-то стимуляторов в виде кофеина, каких-то сладких углеводов, соленых вкусов и прочего, речь идёт всего лишь о том, что вы не живёте в согласии с сезоном. Это действительно можно поправить. Конечно, если мы обратимся к июрведе, то каждый тип телосложения, каждый организм мы можем рассматривать в виде дож. И есть те души, которым очень физиологична зима. Вот для меня осенний-зимний период – это невероятный подъём. Я чувствую себя восхитительно. Это всегда время творчества, это всегда время каких-то идей. Всегда вот ноябрь, декабрь – это такие месяцы, когда у меня случается очень много различных событий. И по работе, и в личном плане, согласно здоровью и так далее. И для меня этот период очень физиологичен. Но вот, например, весна и лето для меня, наоборот, более спокойны. И они всегда у меня такие более расслабленные и даже более сонные. Представляете? Это тоже можно брать в расчёт, но и с этим можно работать. То есть можно в жару сделать так, что тебе будет более прохладно. И я этим летом это проверяла. Конечно, когда жара 45 градусов, ты не можешь себя охладить до комфортных 20, но ты можешь всё равно помочь и поддержать. Кстати, если говорить о подобных манипуляциях, например, какие-то хирургические операции на зубы, ещё какие-то плановые операции, плановые вмешательства лучше делать всегда зимой. Зимний период для этого идеально подходит с точки зрения развития бактериальной инфекции, с точки зрения возможности присоединения какой-то инфекции. Здесь вот зима, если вам нужно сейчас заняться зубами, если вам нужно сейчас что-то сделать, вот там какие-нибудь родинки удалить, ещё что-то, то, конечно, если какая-то острая операция, то нужно делать тогда, когда нужно. Но если есть возможность выбирать, то зима – отличное время. Лапароскопии какие-то, ещё что-то. Имейте это в виду, что зимой и организм намного быстрее и лучше восстанавливается. Вообще, конечно, ресурсы организма нашего, честно говоря, вот каждый раз меня всё время удивляют, насколько они бесконечны. И если мы их поддерживаем, если мы поддерживаем наш организм, насколько же организм может справиться сам, насколько организм… Только нужно поддержать. Вот опять ситуация с этим зубом, когда я просто шла на плановое удаление, немножечко отступлю, но здесь, думаю, что будет полезная очень для многих информация. Это был последний четвёртый зуб мудрости, который был необходимым удалить. Все предыдущие я удаляла легко, у меня не было каких-то сомнений, что здесь пойдёт что-то не так. Но из-за того, что была разница языка, доктор не объяснил, что будет сложность. Он сказал, что рядом проходит лицевой нерв, поэтому он будет работать с минимальной анестезией. Если будет очень больно, он будет добавлять. Ну, окей, подумала я, тут же недолго удалять, и обычно там боли никакой нет. Ну, в общем, это превратилось в операцию такую часовую, серьёзную, после которой, как мы видим, долгая реабилитация. Делаю я это вынужденно для того, чтобы одеть элайнеры, потому что щербинка моя активно растёт из-за того, что один зуб сдвинулся. Поэтому тут даже, наверное, не только эстетика. Я писала о том, что наш прикус влияет на очень многие процессы в организме, начиная с того, как наше лицо будет стареть. Мы знаем, что кожа, вернее, лицо и мышцы, когда стареет, когда наступает биологический возраст, опускается вниз. И если неправильный прикус, то это выглядит ещё хуже и происходит более активно. Поэтому здесь с этим, если у вас есть задача антиэйдж, то в первую очередь нужно там не какие-то филеры ставить, не колодь ботокса, поработать с вашим прикусом. И если нужно одеть скобки или элайнеры, или удалить там зубы мудрости, это уже нужно с врачом. У моей подруги тоже рядом шёл нерв, и она не чувствует подбородок и нижнюю губу. Меня предупреждали, что есть шанс, что это возможно, если мы сделаем полную анестезию. Поэтому я согласилась на неполную анестезию. Я всё чувствую. Это, да. И у меня тоже есть такая подруга, которая тоже не чувствует губу. Это очень важный момент. Здесь нужно хорошо с врачом об этом проговорить. Дальше прикус влияет на нашу осанку. У меня проблемы с осанкой. Я сутулая. Поэтому здесь у меня эти вещи друг друга уравновешивают. Либо осанка стала причиной этого, либо наоборот. Также читала, что зубы мудрости – это столбы молодости. Ну, в некотором смысле, да. Но появляются скулы. Тут можно по-разному на это смотреть. Но остеопаты не любят, когда зубы мудрости удалены. Но очень мало зубов мудрости, которые растут прямо и не мешают другим зубам. Обычно зубы мудрости растут вот так и начинают челюсть либо вперёд, что у меня случилось. Начали двигать, и один зуб стал расти неправильно, и, соответственно, теперь раздвигаются зубы. Мне вот скоро будет 39 лет, и мне придётся носить элайнеры. Как бы это очень странная история. Не хотелось этим бы заниматься, но вот так. Поэтому тут вот так случилось. И если есть возможность, да, удалять эти зубы мудрости ранее, а не вот в более зрелом возрасте. Плюс здоровье стоп. Стопы тоже влияют на нашу осанку, и, конечно же, прикус влияет на ЖКТ, то, как мы жуём пищу, потому что неправильный прикус. Есть исследования, где проводили параллели между неправильным прикусом и различными расстройствами ЖКТ. Вот, например, сниженная кислотность, ГЕРБ, да, очень часто сопровождают, если совсем уже нарушение прикуса. Поэтому имейте это в виду. И если мы организм... К чему я это говорила? Если мы организм поддерживаем, если мы знаем, как о нём позаботиться, он быстро и активно восстанавливается. Я пила обезболивающее один раз, действительно было больно, всё остальное время достаточно терпимо. Я бы не сказала, что это боль, вот от которой хочется лезть на стену, но это... Я понимаю, что идёт процесс заживления. Я поддерживаю, там, прикладываю колот, бульон, ещё натуральные различные средства, полоскание, там, прочее, прочее, прочее. И организм очень быстро восстанавливается. И вот здесь зимой точно так же, друзья. Если мы чувствуем, что у нас есть дисбаланс, как его почувствовать? Ну, например, вы чувствуете, что вы отекаете, что у вас отёки. Проверить отёчность очень просто. Вы можете, да, например, там, кольцо, которое вы носите, вы чувствуете, что оно плохо. Если к вечеру, например, от носков остаются резинки на лодыжках, да, то есть вот такие отёки. Или вы чувствуете, что вы по весам даже набрали 2-3 килограмма, и у вас отёчность на теле. То есть обычно 2-3 килограмма жира набираются сложнее, чем отёки, скорее. Чаще всего это начинается с отёков. И вот если вы чувствуете, что это происходит, плюс вы, например, чувствуете себя достаточно депрессивно, чувствуете, что у вас есть вот эта вот такая сезонная хандра, что у вас сниженное настроение, нет аппетит. Посмотрите, пожалуйста, можете подсказать, чем вы себе помогали после удаления. Посмотрите, пожалуйста, сохранённые истории зубы. Я там написала. Если вы чувствуете, что ваш аппетит изменился, и вам, у вас просто страсть какая-то на углеводы, страсть на какую-то, на какие-то гипервкусы, гиперсолёный, гиперострый, если у вас вот действительно вы чувствуете изменения в пищевом поведении, вы не можете наесться, у вас повышенный аппетит, вы чувствуете мерзливость, у вас мёрзнут конечности, всегда холодные руки, всегда холодные ноги, или вообще общий озноб, или общая повышенная температура тела 37,1, например, или пониженная температура тела. Если вы чувствуете вот подобные симптомы, может быть, ещё вздутие, частые сезонные простуды, очень большое количество, например, слизи, это может быть слизь в горле, которая постоянно першит, это могут быть какие-то выделения и у женщин, и у мужчин, это может быть слизь в кале, например, тоже она может быть, например, в анализе. Вот это всё будет говорить о том, что организм не поддерживает сезонность, то есть ваш образ жизни не помогает сезонному существованию организма. И здесь нужно с собой поработать, нужно себе помочь. В первую очередь, давайте поговорим, какие три фактора влияют на наше самочувствие зимой. Первый возникает холод. Здесь меняется температура воздуха, и меняется она, как мы видим, вот там минус 38, 24 в Нижнем Новгороде. И меняется она достаточно сильно, и это, конечно, влияет в первую очередь на нашу сосудистую систему. Да, кровообращение может нарушаться вследствие, если человек не обеспечивает адекватное движение. Поэтому, вот я сказала вначале, что если люди начинают, человек начинает заниматься физической культурой, любыми видами спорта, единственное, что для меня не очень физиологично плавание зимой, но если вам от этого кайф, то, значит, хорошо. Если вы зимой начинаете заниматься спортом, это классно, потому что любое движение, любое активное движение, причем, знаете, вот многие снимают с себя ответственность, ну, я два раза хожу на фитнес в неделю, и как бы окей. Нет, друзья, ежедневно. И вот тема с десятью тысячами шагами тоже достаточно такая иностранная. Это ведь минимум, который должен быть и так. И, конечно, человеку, который проводит время в офисе, или молодая мама, которая гуляет в парке с коляской вокруг дома, думает о том, ну, как вообще десять тысяч шагов, можно там нагулять с коляской и прочее. Здесь я уже много раз рассказывала, что можно делать. Ну, во-первых, работать стоя. Вот я сейчас веду эфир стоя, и совершенно другие идут энергозатраты, если бы я сидела. Совершенно по-другому идет кровоток, и совершенно по-другому идет кровообращение. Организуйте себе рабочее место стоя. Сейчас есть специальные столы, есть просто подставки, можно на книги поставить и прочее. На диване не сидите, не лежите, а сидите на ковре и делайте растяжку. Ну, это банальные какие-то принципы, которые просто в обычной жизни можно привнести. Да, сейчас на улице проводить время, ходить там пешком на работу достаточно сложно, но всегда можно дома организовать любую активность. Вы работаете, поработали два часа, встаньте, сделайте десять приседаний. Если там на вас как-то странно смотрят коллеги, ну, не знаю, уйдите в туалет, вы же для себя это делаете. Сделали десять приседаний, вернули кровообращение, все отлично. Самомассаж. Любые варианты, которые помогут кровообращению. У меня есть замечательный пост, есть замечательные видео о том, как, например, делать массаж сухой щеткой. Вот если вы его начали делать летом или осенью, сейчас самое время продолжать, потому что это как раз будет влиять на кровообращение. Это как раз поможет этому кровообращению. Начинать зимой нужно достаточно мягко. Если вот вам не знаком массаж сухой щеткой, я много раз выкладывала отзывы, как мои клиенты, выдержав, например, и приобретя такую привычку, как массаж сухой щеткой, в течение трех месяцев удивляются, насколько без каких-то серьезных вложений в аппаратную косметологию, не занимаясь очень активно там какими-то силовыми и прочими, видят, как меняется тонус кожи. Видят, как меняется. Я не скажу, что уходит целлюлит. Мы с вами много раз говорили о том, что такое целлюлит. Да, и щеткой вы его не размассируете. Целлюлит – это работа с питанием. Но вот в совокупности все дает невероятные результаты. И ваша кожа может выглядеть там к весне, к лету, если вы о ней будете заботиться зимой, просто восхитительно. Многие спрашивают зимой вот о том, что помимо холода еще и сухость. Это вторая проблема. Сохнут волосы, сохнут ногти, потому что сухо в помещении. И здесь один из главных таких, если вот спросить, какой главный гаджет зимы – это увлажнитель воздуха. Если вы думаете, что подарить вашим родителям, коллегам, подруге, подарите увлажнитель воздуха. Человек, который проведет зиму с увлажнителем воздуха и без увлажнителя воздуха, будет абсолютно по-разному себя чувствовать. Вот я уже второй год живу в климате, где повышенная влажность, не испытываю зимней сухости. Честно говоря, если говорить о качестве кожи, волос и ногтей, это очень сильно влияет. Правда, там, например, зимой локоны сделать не получится, потому что это ничего не держится. Но я не пользуюсь кремом для рук, я практически не пользуюсь бальзамом для губ, не сохнет кожа. То есть результаты от того, что воздух увлажнен, они потрясающие. О том, как дышится, да, как проходят респираторные заболевания. В носу нет сухих корок, которые тоже могут способствовать развитию бактериальных, вирусных инфекций. Поэтому увлажнитель воздуха в каждой комнате, увлажнитель воздуха на столе рядом с компьютером. То есть вот себя нужно увлажнить максимально, но только увлажнять нужно, конечно, еще внешне, но еще и изнутри. Мы сейчас об этом поговорим. Если у человека плохо усваиваются жиры, если у человека нарушен метаболизм жиров, если у него недостаток качественных жиров, то, конечно, вы будете чувствовать сухость и необходимость использовать крем, использовать какие-то увлажнения. Вот сейчас я после душа, я ничего не использовала, никаких я не использовала, например, гелей, которые увлажняют. Моя кожа не нуждается в увлажнении, не нуждается. Поэтому здесь единственное, что проблема, когда ты ходишь много в открытые обуви, сохнут именно пятки. Несмотря на то, что влажность, вот здесь у всех большая проблема именно пятки и локти почему-то, а все остальное крайне увлажнено. Поэтому увлажнитель воздуха для того, чтобы убрать эту сухость. И сейчас мы поговорим еще чуть попозже про питание, каким образом влиять на сухость питанием. И, конечно, темнота. То есть у нас с вами три фактора, которые влияют на наше самочувствие. Причем гормональное, на метаболизм, на выделение ферментов. Это, как мы с вами сказали, холодно, то есть нарушается кровообращение. И здесь мы с вами сказали, что физическая активность, питание, которое способствует кровообращению, тоже мы сейчас его обсудим. Сухость тоже мы только что с вами проговорили. И темнота. Темнота – фактор, который достаточно сильно влияет. Вначале я сказала, да, что циркадные ритмы и заход, и восход солнца для нас с вами очень важны. Поэтому время отхода ко сну должно быть намного раньше, чем, например, это происходит летом. Физиологично в 9-10, ну там пол-одиннадцатого, ну максимум в 11 вечера ложиться спать и просыпаться раньше. Я всегда об этом говорю. И если вы считаете, что вы должны все свои дела делать вечером, вы просто не осведомлены, чем это грозит вам в будущей перспективе. Намного лучше себя перестроить, да, может быть, со сложностями, но вставать раньше и делать все дела, которые вами запланированы в первой половине дня утром. Вечер для того, чтобы не делать дела. Вечер для того, чтобы иметь возможность расслабиться, позаботиться о своем теле, уйти качественно в сон, который действительно вас восстановит. И у людей, у которых как раз нарушен этот баланс, они в большей степени зимой чувствуют проявление сезонной депрессии, в большей степени чувствуют вот эту такую сезонную хандру и больше испытывают тяги к различным напиткам, к содержащим кофеин, к алкоголю, к каким-то другим стимуляторам и, конечно, к пище, которая, как им кажется, их делает счастливее. Потому что недостаток солнца, недостаток серотонина, человек ищет, каким образом ему сделать себя чуть радостнее, чуть счастливее, и тут приходят навстречу простые удовольствия. Простые удовольствия опасны тем, что дают легкий дофамин, и нам достаточно сложно поддерживать, быть удовлетворенным этим качеством. Сначала вам достаточно одного кусочка шоколада, потом вот вы уже съели полплитки, потом вам захотелось целую шоколадку, шоколадка плюс сериал, сериал плюс еще что-то, и это растет, и вы, в общем-то, теряете собственный ресурс благодаря тому, что наращиваете вот эти простые удовольствия. Здесь иногда, знаете, теплый душ способен принести боль, или там теплая ванна способна принести больше радости, чем кусок шоколадки. Просто нужно более осознанно подходить к выбору своих удовольствий, осознанно смотреть на содержимое своей тарелки, и тогда у вас будет шанс сделать выбор в пользу того, чтобы себя поддержать, а не разрушать. И вот такими маленькими шагами вы можете себя поддерживать в сезон. Существует вот у людей, которые не погружены в здоровый образ жизни, у людей, которые не погружены в то, что же значит здоровый образ жизни. Всегда есть мнение о том, что переход на здоровый образ жизни – это отказ от глютена, от сахара и еще какие-то там вот набор каких-то семеночи и еще что-то. Но вы знаете, когда со мной начинает работать клиент один на один, или приходит на курс, или становится участником кулинарного клуба, у людей открывается совершенно другое видение того, что же собой на самом деле представляет здоровый образ жизни. Иногда просто достаточно изменить привычки. Вот, например, я рассказывала всю неделю про чай, как важно использовать качественный чай, как важно следить за тем, что вы пьете, выбирать эти напитки. И вот оздоровление всего лишь одного компонента. Никто не говорит «отказывайтесь от чая», просто измените его качество, измените подход к его употреблению, и вы увидите, каким образом это влияет на все пищевое поведение. Чай из пакетика требует с собой, ну, какого-то перекуса, конфетку, сахар, молоко, я не знаю, там, печенье или еще что-то. Чайная церемония, пускай даже в минимальном ее проявлении, просто заваренный качественный чай, от вас требует просто чуть-чуть сосредоточиться на этом, и вы получаете удовольствие от самого вкуса чая, в который не нужно добавлять сахар, к которому не нужно добавлять печенье, перекус и прочее. А вы всего лишь обратили внимание на качество чая. И я не скажу о том, что чай Липтон и чай, который китайский, развесной, стоят сильно дороже. Если мы пересчитаем в количестве стоимости килограмм или за 100 грамм, вы увидите, что цены сравнимы. И здесь не нужно думать о том, что переход на какой-то чай или на какой-то качественный кофе более дорогой. Он более осознанный. Он, может быть, чуть больше от вас потребует действий, но вы за это и получите. Получите количество высвободившейся энергии. Вы от этого получите огромное количество удовлетворения, и самое главное, вы увидите, как меняется самочувствие. Вот в этом и заключается смысл здорового образа жизни. А не в том, чтобы себя ограничить и не знать, как пойти в гости, и не знать, что там в гостях съесть. У многих именно так кажется. Напишите, пожалуйста, откликается или нет. Мне нужно сделать маленький перерыв, как раз на ваши вопросы отвечу. Да, напишите, пожалуйста, друзья. Откликается ли вам то, что я сказала? Прямо сейчас прервемся на 30 секунд, чтобы я немножечко перевела. Видите? Но он уже, я могу показать, он уже немножечко ушел, поэтому вчера был он, конечно, такой апогей был. Можно было представить, как я выглядела бы хомяком. Где купить такой чайный набор? Ну, зайти в любую лавку, где продают китайский чайный развес, и там продают различные вот наборы для чая. Вот этот мой самый любимый. Обычно это небольшой формат, да, чайников. Очень хочется поработать со сном этой зимой. Все откликается. Замечательно. Благодарю вас. YouTube, почему молчите? Пишите тоже. Посоветуйте, пожалуйста, производители чая. Друзья, производители чая посоветовать невозможно, потому что здесь нужно смотреть на название чая, нюхать и, в общем-то, прийти в хороший, качественный магазин, где продают чайный развес. Название чая, какие пью я, что я могу посоветовать, я пробовала не так много. Я, к сожалению, пока не эксперт по чаю, но у меня есть это в планах. Единственное, что здесь достаточно сложно это делать в Турции. Друзья, будет ли смысл ставить парогенератор возле работающего места? Конечно. Не парогенератор, а увлажнитель воздуха. Конечно, будет. И в Нижнем Новгороде посоветуйте хорошее место для покупки чая. Там все отличные магазины, друзья. Горько в чаю, есть чайный дом на Рождественской. Очень много там. То, что я пью, какие красные чаи, вот какой красный чай, он указан в Рилсе. Посмотрите, два Рилса назад про чай. Указано как раз, какие чаи я пью. Через какое время после приема пищи вы пьете чай? Вот смотрите, когда у вас есть какая-то проблема, с которой вы работаете, ну, например, у вас есть нарушение пищеварения, есть какие-то дефициты, еще что-то, вам важно выстраивать систему, когда вы следите за тем, когда вы пьете чай, делать какие-то паузы и прочее. Если вы восстановлены, у вас нет видимых проблем, у вас нет нарушений пищеварения, вы всем довольны, за этим следить вот так четко, так прошло 45 минут, я начинаю пить чай, не нужно. Поэтому я пью, могу пить чай, и спасибо большое, Антонина, могу пить чай после еды сразу, могу сделать перерыв и прочее. Если говорить о правильном, то спустя 45 минут. У меня все родственники привыкли примерно за год, что я многое не ем. Сначала бунтовали, теперь привыкли, уже знают, чем меня порадовать, и сами даже подтягиваются на зушь. Конечно, мы своим примером демонстрируем, какие возможности у нашего организма, если мы его поддерживаем. Поэтому здесь очень важно. Сейчас сделаю небольшой анонс, и мы с вами продолжим, перейдем к самой интересной части про питание. У меня зимой всегда два очень актуальных продукта, которые... Теплый пол дома вообще, получается, не нужен, а минимальная комфортная температура и увлажнитель воздуха, и будет счастье. Ну, я теплый пол вообще не приемлю. Для меня ноги в холоде – это такая аксиома. Мы все ходим босиком, дети ходят босиком, и у них холодные ноги, и у меня, когда я хожу босиком, холодные ноги. Это не означает, что мы мерзнем, и не означает ничего, в общем-то. Но хождение босиком для нас важно. Вот кто помнит, когда мы жили на даче в Нижнем Новгороде, мы ходили по снегу. Каждое утро мы открывали слева террасу и выбегали, бегали по снегу. Это восхитительная процедура, которая бодрит, и это как раз вопрос закаливания. И вот если говорить про правильное закаливание, то вот как раз хождение дома босиком, без носков, это и работа стопы для детей очень важна, это и закаливание. Поэтому я очень рекомендую не ставить теплые полы. Но если, например, выбирать отопление в квартире турецкой, то в турецкой, да, в турецкой теплый пол будет более оптимальным. Даже если на полу плитка. У нас вот здесь в квартире есть и ламинат, и есть плитка. Итак, друзья, сейчас мы с вами продолжим. Сделаю небольшой анонс о том, какие планы в этом декабре еще у нас. Итак, два моих продукта, которые являются ключевыми, которые вам позволяют проникнуться моей философией, узнать, в которых собрана вся та информация, которую знаю я, весь мой опыт. Ольга, ложитесь спать с холодными ногами, да, согреваюсь под тяжелым одеялом. Это кулинарный клуб, который идет по сезонам, и сейчас начался зимний сезон. Самое начало декабря вы еще можете присоединиться. Кулинарный клуб создан, решает одну важную проблему. Он экономит ваше время и обучает вас, как планировать свой рацион, как планировать меню, как делать заготовки для того, чтобы постоянно не заниматься готовкой и не думать, что же приготовить. Я обучаю вас рецептам, которые являются сезонными, обучаю, как правильно делать закупку, как планировать свое время для того, чтобы это занимало минимум вашего времени комфортного, но позволяло вам питаться. Это не про заморозку, это не про то, что вы готовите себе рацион на неделю. Нет, мы, конечно же, заботимся о том, какое количество витаминов сохраняется в продукте. Поэтому кулинарный клуб, на мой взгляд, каждый должен его пройти для того, чтобы понять, как же организовать свою кухню, чтобы кухня была не тем местом, когда ты ненавидишь эту готовку, когда ты думаешь, что, боже мой, опять сейчас нужно что-то готовить, а чтобы это место было творчеством, в некотором роде медитацией. И самое главное, чтобы было понимание, что вот здесь, на кухне, ты сейчас создаешь для себя то, что тебя будет поддерживать, и, в общем-то, еда, лекарства. Вот этому научиться очень легко, и судя по отзывам, и судя по тому, вот люди, которые прониклись в моей методологии, за три месяца, три месяца достаточно тому, чтобы научиться этому питаться. Зимний сезон в клубе очень интересен, благодаря тому, что мы плюс еще будем заниматься новогодним меню, новогодняя сервировка, новогоднее здоровое меню. И январь и февраль – самые тяжелые месяцы в году, когда происходит самый быстрый набор веса, если человек некомпенсирован, если он не умеет следить за собой. Происходят, формируются самые такие дефициты. И вот если в эти месяцы правильно организовать свое питание, правильно подбирать продукты, которые нам нужны в зимний период, то можно этого избежать и весну встретить не в удрученном состоянии, опухшей, с лишним весом, а активной, молодой и красивой, с потрясающими целями. Поэтому если клуб у вас откликается, то, что я сказала, у меня на сайте можно найти ссылку, плюс я помещу ее в сторис или напишите мне в директ, я вам ее скину. И второй продукт, который в этом году мы по многочисленным просьбам решили вернуть – это курс «Домашний нутрициолог», но он в новом формате. Мы его закрыли год назад, был последний поток, но многие писали, что хотели его пройти, и вот сейчас есть такая возможность. Его сделали, он стартует 15 декабря. Курс, сложно его назвать курсом, потому что он вмещает в себя такое обилие информации, что работы на 3-4 месяца, но это такое плавное погружение, когда вы мою практическую информацию просто начинаете внедрять в свою жизнь, и, закончив этот курс, вы удивляетесь, насколько изменилась ваша жизнь. Мы начнем со сна, с качества воды, с питания, и плавно перейдем к натуропатии, окунемся в аюрведу. Я добавила этот блок по аюрведе. Он крайне интересный и будет интересен не только тем, кто просто интересуется ЗОЖ, но и молодым, например, специалистам-нутрициологам. Потому что если вы научитесь применять натуральные способы поддержки здоровья, многие сейчас очень много выпускают нутрициологов, которые формируют, даже иногда сами формируют расстройство пищевого поведения у клиента, формируют мнение, что волшебный БАД и волшебная схема из БАД способна компенсировать все проблемы человека. Действительно, БАД, нутрицептики могут быть поддержкой, я этого не отрицаю, но нельзя и на них делать ставку 50 или 100% воздействия на организм. Я привожу вам примеры, как основы образа жизни влияют на самом деле на нас, сезонность, как на нас влияет сон и прочее. Вот на это нужно делать ставку, этому нужно обучать своего клиента, если вы молодой специалист, и это нужно знать вам, людям, которые хотят жить долго, энергично и профилактировать основные болезни. У меня недавно был ежегодный опрос среди моих подписчиков, и многие указали, что главной целью для них является профилактика заболеваний, которые являются причиной смертности номер один. Это онкология, это сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения. Так вот, профилактикой этого нужно заниматься в возрасте от 20 до 30, потому что сейчас, если вы в этом возрасте, то вы закладываете основу. Если вы уже старше, то работать нужно активнее, потому что до 40, женщина до 40 должна вложить максимум в свою мышечную массу, потому что, знаете, в 45 накачать попу, чтобы она потом не повисла, не превратилась в сушеную сливу, и в 25 ее накачать и поддерживать, это разные вещи. И многие женщины не знают о том, что такое мышечная масса для женщины, боятся силовых нагрузок, боятся вообще какой-то мышечной работы. Но это большой миф, потому что именно мышцы – это здоровье, мышцы – это молодость, но мышцы, нарушенные с умом. Я не говорю, что нужно всем идти качать штангу. У всех свой путь. И вот тут очень много нюансов. Курс поэтому подходит очень большому количеству человек, если вы действительно хотите грамотно внести в свою жизнь те привычки, которые с вами останутся навсегда. В курсе собран весь мой опыт, который я изучаю ежедневно, поэтому я им активно делюсь в доступной форме, чтобы вам было это понятно, а самое главное – в практикоприменимой форме, чтобы вы могли сразу это пробовать. Кому интересен мой курс, 15 декабря мы начинаем. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ссылочка также будет сейчас в сторис. Можете написать мне в личные сообщения или зайти на сайт ugrumva.ru и посмотреть. Там есть ссылочка «Клуб» или «Курс». И, друзья, давайте продолжим про наше зимнее состояние. Итак, мы с вами определили три ключевых состояния – холод, сухость и темнота, которые влияют на наше самочувствие. И вот по поводу темноты мы с вами сказали уже про сон. И надо напомнить, что максимум освещенности точно так же влияет на наш аппетит. Если у вас есть возможность находиться как можно ближе, например, к окну, к светомому дню, как можно больше проводить времени на улице, нужно это использовать. Вот когда мы переезжали, у всех свои цели, да, там переезды и прочее, но, на мой взгляд, каждый ищет лучшее для себя. И вот количество солнечных дней, которые есть здесь – это просто подарок судьбы. Это бесплатно. И это бесплатно в том плане, что ты можешь наслаждаться солнцем, просто сидя у окна, работая. И вот эта вот освещенность, она даёт, конечно, невероятное ощущение на самочувствие. То есть живя, например, в средней полосе России, мне требовалось больше усилий для того, чтобы себя поддержать. Здесь, где есть солнце, абсолютно по-другому происходит. Там выздоровление, по-другому абсолютно себя чувствуешь, да, по-другому чувствуется бодрость. Поэтому, когда есть возможность, вы видите, что за окном солнце сегодня, пускай мороз, максимальное количество времени проводить рядом с окном, освещенность. То есть в течение дня, пока вы активны, когда вы не должны уходить, например, уже в отдых, вы проводите около окна. Это тоже регулирует наше пищевое поведение и даёт вам возможность выбирать нормальные, адекватные продукты, а не выбирать продукты, которые вас разрушают, да, там быстрые углеводы и прочее. Если мы начнём говорить с вами про еду, самый, наверное, интересный, да, повод, то, во-первых, конечно, обратить внимание на сезонные продукты. Бесплатный гайд ежемесячный, доступен на сайте, его тоже можно скачать, ссылочка есть у меня в сториз, гайд сезонных продуктов, а в нём разобраны какие овощи и фрукты, грибы, орехи следует употреблять зимой. Если вы будете следовать даже просто выбору этих продуктов и попробуете те продукты, которые вы никогда не пробовали, потому что в гайде есть продукты, которые многие не пробовали, эти продукты, мне пишут, слушайте, а как есть там лук-порей, как есть репу и так далее. Если вы попробуете и внедрите эти продукты в свой рацион, вы заметите, насколько это отражается на вашем самочувствии, а самое главное, вы сможете свои вкусовые пристрастия и рецепторы развить. У многих есть такая проблема, что даже на здоровом питании очень сильно ограничены вкусы, люди не хотят пробовать новое. И, конечно, им надоедает есть одно и то же, есть что-то пресное, и поэтому они начинают срываться. Вот когда, например, человек говорит, я постоянно срываюсь. Но что такое срыв? Это значит, что вы себя в чём-то сильно ограничиваете, что-то для вас там невкусное, невудовольствие, и потом вы приходите к тому, что даёт вам какое-то чувство свободы или ещё что-то. Так вот почему вы едите то, что вам невкусно? Человек, как правило, не умеет использовать вкусы, не умеет использовать специи. Блоку специй, кстати, на курсе посвящён большой очень блок о том, какие специи, какие лечебные свойства, и как их вообще добавлять, и как ими можно даже помогать себе в выздоровлении или профилактировать какие-то состояния. Потому что специи, да, некоторыми специями можно заменить сладкий вкус, а некоторыми специями можно создать антибактериальный эффект. То есть здесь может быть большое поле для работы, и это очень интересно. И если человек не умеет использовать специи, если у него нет развитых вкусов, ну вот он знает, там, помидоры, огурцы, не знаю, там, салат листовой, картошка, куриная грудка и так далее, конечно, после такого питания ты будешь срываться. А если ты будешь узнавать новые вкусы, если ты интересуешься вкусами сезонными, если ты интересуешься вкусами, ну, например, вот когда я говорю кому-то, слушайте, ну сделайте гарнир из зелёного горошка или сделайте гарнир из моркови. Они меня так смотрят, ну в смысле, какой гарнир из моркови? Но стоит этим людям попробовать. Вот у меня свекровь, например, долго сопротивлялась по поводу того, как можно вообще есть морковь на гарнир. Но когда она попробовала это блюдо, она сказала, что это самый восхитительный вид гарнира, который она когда-либо пробовала. Потому что вы можете даже банальную морковь, которая стоит 3 копейки зимой, превратить в настоящее классное блюдо. И так со всем. То есть нужно просто иметь навык, как готовить этот продукт. И есть сезонные продукты. Вот это можно натренировать самостоятельно, можно прийти ко мне в клуб, я там выкладываю много рилсов, можно смотреть, учиться. То есть смотрите, какой путь вам удобен. Использование, если говорить про вкус, вот был вопрос, какой вкус зимой. Зимой вкус острый, потому что задача пищи зимой – это согреть. И согревающая пища, она в первую очередь жидкая, тягучая. Поэтому здесь идут бульоны, супы-пюре, различные подливки, различные жидкие виды пищи, но тёплые. То есть, например, смузи зимой – это плохая история. Сок сельдерея зимой – это плохая история. Молочные продукты зимой, даже если вы их хорошо переносите, это тоже не самая лучшая история, потому что, как содержится скотина зимой? Зимой скотина не ест траву. Зимой скотина чаще подвержена различным заболеваниям, поэтому употребляет антибиотики. Зимой скотина неподвижна. Качество молока в зимний период сильно ухудшается. Так же, как, например, и яйца. Яйца зимой тоже имеют другой состав. Например, летом яйца свободного выгула содержат больше омега-3. Зимой они содержат меньше омега-3. Поэтому, например, витамин D, омега в виде добавок или в виде продуктов, их содержащих, например, масло сливочное, должны быть, ну, в каждый приём пищи, должны быть ежедневно. Масло точно так же лучше, например, купить там осенью, когда ещё корова, когда это ещё сделано из молока коровы, которая ела траву, и заморозить. Потому что зимой мы только что сказали с вами, да, что качество молочной продукции сильно меняется. Масло кхи. И вот здесь мы с вами переходим к тому, что жиры имеют важное значение зимой. Жиры согревают, жиры насыщают. И вот если у человека есть нарушение в усвоении жиров, вот здесь могут быть проблемы. Какие это могут быть проблемы? В том, что человек недополучает незаменимые жирные кислоты, в том, что у него из-за нарушения метаболизма жиров есть нарушение пищеварения, и, соответственно, человек не испытывает должного насыщения, страдает по жиросваримым витаминам, и это сказывается не только там на качестве волос, кожи и ногтей, да. Клетка недополучает питание в первую очередь. Что здесь делать? Ну, убедиться в том, что работает нормальный желчаток, нормально работает желчный пузырь, поджелудочная железа. Это, конечно, работа уже, ну да, сделать чекап как минимум, чтобы в этом убедиться. Поэтому, когда мы говорим о том, что зимой острый вкус, острота может достигаться не только за счет того, что вы используете острый перец. Например, имбирь – это тоже острый вкус. Например, гвоздика – это тоже острый вкус. Анис – это тоже относится к острым вкусам. Поэтому острота, она может быть такой вот на грани. Любые подливки, любое обильное использование специй, желтого цвета, куркума, любые корнеплоды, которые росли в земле, имеют согревающие свойства. Что у нас растет в земле? Сладкий картофель, тот же ботат, цикорий. Вот эти два продукта очень важны для зимы. Репа. Едите ли вы эти продукты? Напишите, пожалуйста, кто ест вот эти продукты. Свекла, морковь, картофель. Ну и, конечно, ферментация. Ферментация зимой – это один из основных источников витамина С. Ферментация зимой – это один из основных источников ферментов, которые важны. Ферментация – это пробиотическое питание. Вот если мы с вами говорим, что молочка зимой хуже, и нужно сократить ее потребление. Если молочка должна как-то, да, если она у вас занимала какое-то важное место в рационе, ну, чуть-чуть сместите акцент. И тогда, пожалуйста, задумайтесь о том, что есть ли у вас пробиотические продукты в рационе. Если их нет зимой, просто пить пробиотики – это не всегда правильная история. А вот ферментированные продукты, ферментация – это отличная история для детей, для взрослых. Поэтому квашение, брожение, ферментация – это те способы поддержать свое здоровье, которые очень важны. Что еще? Еще репа и батат – это любовь. Замечательно. Еще список специй вам пополню. Корица. Вот если вы привыкли к сладкому кофе, если у вас требует душа сладкого вкуса, пожалуйста, начните употреблять корицу. Только корица, которая правильная, а не кассия. У меня есть пост о том, чем отличается кассия от корицы. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот это, видно вам? Вот это корица, а вот это кассия. Вы никогда кассию не натрете на терке. Она очень жесткая. У нее нет лечебных свойств, которые имеет корица. У меня есть прямо об этом целый пост. Посмотрите. Корицу же вы легко можете, ну ее даже можно откусить при желании, то есть она достаточно мягкая, вы можете натереть ее на терке. Вкус отличается, аромат отличается просто невероятно. Используйте, вот, найдите, цейлонская корица. Слушайте, можно даже найти на маркетплейсе. Будете, например, там в Турции, будете в Египте или в какой-то другой стране. На рынке купите. Здесь это стоит доступных денег. Использование, например, корицы сильно помогает в выпечке, в напитках, в том же кофе, какао. И помогает, даже вот, например, корица, тоже у меня есть отличный об этом пост, помогает в работе с угреводными, с угреводными, с угреводными обмена. Посмотрите об этом. Куркума, паприка, кумин, имбирь, кардамон. Вот, кстати, кардамон. Кардамон – отличный вариант. Из него также делают чай. У него потрясающий запах, и это очень зимняя специя. У меня есть целый кулинарный класс по специям. Или в рамках курса «Домашний нутрициолог» можно подробно изучить специи и сильно-сильно изменить свою жизнь в плане того, чтобы почувствовать классный вкус и научиться управлять своим самочувствием. Вот проснулись с утра, чувствуете, что что-то не так в самочувствии, да, можно себя поддержать, в том числе даже специями, просто добавив в омлет, там, например, куркуму, добавив, не знаю, кумин, зиру, да, или еще что-то. Пойду теперь открывать корицу. Да, Павел, начните. Вот, поэтому есть специи, которые поддерживают здоровье щитовидной железы, например. То есть вариантов очень много. Мускатный орех. Моя любимая тема. Сейчас я вам все это покажу за специями. Мускатный орех ест у нас вся семья. У меня дети обожают мускатный орех. Тоже его нужно покупать целиком. Он отлично натирается на терке. Мускатный орех. Особенно хорош во всех супах пюре. Ну, просто даже банальное картофельное пюре с мускатным орехом. Это совершенно другой вкус. Вот по специям. Если вы хотите действительно научиться готовить полезные блюда, специи должны быть у вас... Утром сделала чай с корицей. Целонская. Это очень вкусно. Да. У вас должно быть понимание, как использовать эти специи. Пожалуйста, есть кулинарный класс, как использовать специи, либо курс. Пожалуйста, приходите. В кулинарном клубе мы немного изучаем. Да, но вот кулинарный класс самый подробный, наверное. А курс больше теории. Да, то есть как, например, эти специи применять в своей жизни. Горчица. Горчица, особенно семена. Горчица и розмарин. Это зимние специи, которые тоже способны вас поддержать. Так, что еще? Если мы... Да, друзья, вот, про качество воды хотелось еще давать. Последнее. Если у вас есть вопросы по теме сегодняшней, пишите, я сейчас на них буду отвечать. Мы сегодня как-то с вами долго. Я соскучилась, на самом деле, два дня молчания, вот восстановления, и у меня накопилось такое количество энергии, что я сегодняшний эфир просто не могла отменить. Мне просто... Я ждала встречи с вами, и вот видите, даже не могу никак остановиться говорить. На курсе, кстати, я тоже веду уроки онлайн, поэтому, если вам интересен такой формат общения со мной, я буду рада вас видеть среди учеников, друзья. По поводу... Вот каждому сезону свойственны определенные проблемные зоны со здоровьем. И если мы говорим про зиму, то мочевой пузырь, различные циститы, различные заболевания мочевой, мочеполовой системы и заболевания почек зимой обостряются. Происходит это по ряду причин, сейчас не будем глубоко опускаться, но что мы можем сделать? Мы можем повлиять на качество воды, которое мы с вами пьем. Качество воды, ее температура, об этом есть пост, да, что зимой теплое питье является оптимальным. И, конечно, очень часто зимой из-за того, что повышенная сухость, потребность в воде на самом деле увеличивается у человека. Человек чувствует себя достаточно тяжело и отечно, и думает, что ему сейчас нужно поменьше попить воды. Это большое заблуждение. И зимой очень часто чувство голода путают, потому что чувство голода можно спутать с чувством жажды, если не умеешь разбираться, если себя еще не знаешь. Поэтому сначала попейте теплой воды, а уже потом приступайте к трапезе. Возможно, вы сможете повлиять на аппетит, который зимой может быть необузданным. Едят ли репу горячей, запекают, это вкусно? Да, это вкусно, ее запекают. Но просто вопрос, если просто запечь репу с маслом, это может быть невкусно. Но если использовать специи, если правильно сочетать, сделать какой-то теплый салат, то будет вкусно. Друзья, у нас с вами осталось немного времени, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И напишите, пожалуйста, был ли сегодня кто-то впервые на эфире, нужно ли вам рассказать обо мне подробнее, потому что я вначале не представилась, извиняюсь. И вдохновил ли вас сегодняшний эфир, какие главные такие вот вещи вы для себя решили взять и что будете применять. Расскажите, пожалуйста, это очень интересно. Давайте, друзья, жду вашей обратной связи, она для меня тоже очень важна. Для тех, кто будет эфир смотреть записи, вы можете свои вопросы написать под эфиром, я на них постараюсь на все ответить. Так, друзья, жду ваши вопросики. Напишите, кто был впервые на эфире, понравилось ли вам. Напишите, редька очень острая, обрабатывают ли ее теплом как-то. Вот острый вкус, он как раз, на самом деле, как мы сказали, сезонный. Его можно приглушить специями, и его можно приглушить как раз запеканием. Какие главные, так скажем, инсайты вам понравились на сегодняшнем эфире, что возьмете себе? Впервые на вашем эфире слушаю вас внимательно, очень интересно. Благодарю вас. Меня зовут Угрюмова Ольга, я нутрициолог, натуропат, специалист по аюрведе. Мой опыт уже приближается почти к 12 годам. Активно веду свой блог, активно делюсь вот эти эфиры, различные бесплатные гайды. Это мой вклад в развитие аудитории, в развитие здорового образа жизни. И есть у меня бесплатные продукты, есть платные продукты, я с удовольствием делюсь информацией. Если вам откликнулся мой подход сегодня, на эфире, то вам понравится и мой блог, и понравятся мои продукты. Буду рада вас видеть среди подписчиков и среди участников. Посоветуйте, где можно купить масло черного тмина в Турции. Продают его везде. Инсайт про молочку и яйца. Отлично. Отлично. Я поставлю увлажнитель, займусь сном и подумаю над курсом по питанию в зимний период. Благодарю вас. Я впервые. Где вы живете в Турции? Здравствуйте, Светлана. В Турции мы живем в городе Фетхе. Какой белок животное зимой лучше? Спасибо. Зимой лучше всего использовать субпродукты. Хорошо идут костные бульоны, язык, печень. Хорошо идет ягненок. Хорошо идет говядина, но говядина, забой которой происходил осенью. То есть замороженное. Белое мясо, розовое мясо, кролик еще отлично, перепелка, курица, индейка. Такие они более осенние, но они тоже допустимы. Если идеально, то вот то, что я перечислила. Так, друзья, еще вопросы. Классный эфир, очень уютный. Спасибо, Динара. Я вот специально даже одела, видите, уютную кофточку сегодня, чтобы у вас было ощущение зимы, хотя у нас за окном полное солнце, а на следующей неделе обещают 22. Так, для тех, кто присоединился и удивляется моему отеку, друзья, я удаляла зуб мудрости, отек пройдет, не переживай, нутрициолог у вас в порядке. Улыбаться пока не могу активно, но чувствую себя хорошо. Если кому-то интересна тема про зубы, я сохранила в сохраненных сториз о том, что происходило с зубом, как я себя восстанавливала. Да, друзья, так, еще вопросики есть? Эфир я постараюсь сохранить для того, чтобы его могли посмотреть записи, те, кто его не посмотрит сейчас. Начните применять то, что мы сегодня говорили, особенно те, кто отметил, что у них 24 или 38 градусов мороза, и вы почувствуете, как меняется ваше самоощущение и ваше самочувствие. Вообще вот эти два слова зимой очень важны. Самоощущение и самочувствие. Самочувствие – то, как мы себя чувствуем, то есть вы можете обратиться к себе и спросить, как я себя чувствую. Вот, кстати, сейчас может быть такой очень интересный вам расскажу инсайт для тех, кто как раз дождался до кончания. Он может вам показаться очень странным. Я сама человек не очень эзотеричный или еще что-то, но когда мы относимся к нашему телу как к единому организму, системно, с уважением, в первый день после операции над зубом я чувствовала себя еще нормально, второй день я проснулась и почувствовала себя беспомощной. Я не могла толком пить, мне было больно, мне было очень неприятно. И я, значит, не пришлось выпить обезболивающую таблетку, я не очень люблю пить таблетки, потому что я понимаю, что это не лечение, просто организм все равно страдает, просто я не чувствую боль. Вот здесь такой, да, был диссонанс. И я решила, поскольку я сама пошла на эту операцию, я решила поговорить со своей десной и попросить прощения. Ну, может быть, кому-то кажется это смешным, но как бы я со своей десной поговорила, я попросила прощения, что вот так получилось, что вот тут мы разрезали, что вот доктор, причем доктор так работал, знаете, мужчины, они работают, вот женщины, конечно, более аккуратно работают. Мужчина так работала, что-то у него соскальзывало, что-то он нервничал, вот это чувствовалось, да, и я прям чувствовала, как вот организм от этого страдает. И я попросила прощения у своей десны, что вот там челюсть пилили, что вот это все происходило. И вы знаете, мне стало после этого легче. Я не скажу, что это единственный путь к выздоровлению, но это про самоощущение, то есть поговорить со своим организмом, посмотреть, какие у тебя проблемные зоны и попробовать, подумать, а что, почему, почему там какая-то есть проблема или почему себя плохо чувствует, и помочь себе. Это очень классный путь, я вам его рекомендую. Казань минус 28. Очень нравится ваш подход, я в клубе и на курсе. Да, Наталья, благодарю вас. Обожаю ваши эфиры, спасибо. Спасибо вам, друзья. Благодарю вас за эфир. Так, первый раз было спасибо, очень полезно. Спасибо за эфир. Про спицы просто открытие. Благодарю. Как относитесь к обучению в Институте функциональной медицины в США или СНМ? В СНМ я учусь сейчас, заканчиваю как раз. Отношусь положительно, вопрос не тому, где вы учитесь, вопрос, как вы эти знания трансформируете. Очень хочется на работе, работать стоя, но это уже монитор на подоконник ставит. Ну и поставьте, ничего страшного. Спасибо за эфир, спасибо вам, друзья. Очень познавательно. Главное, самое полезное, увлажнитель воздуха. Про это забыла. Отлично. Спасибо большое. Интересный эфир. Спасибо вам. Рецепт моркови на гарнир интересен. Приходите в кулинарный клуб. Поделюсь с вами. Друзья, благодарю вас за эфир, благодарю вас за то, что вы начали выходные в моей компании. Благодарю вас за доверие, благодарю вас за вопросы. Надеюсь, что мне удалось вам передать вот это ощущение заботы о себе. Пробуйте, практикуйте, и будем с вами на связи. Как успеть за час после работы приготовить еду, сделать зарядку и порядок навести? Спланировать правильно свой сон и вставать чуть раньше. А, час после работы. Как успеть за час после работы приготовить еду, сделать зарядку и порядок навести? Ну, когда еда готовится, не надо около неё стоять, она сама готовится. Порядок нужно поддерживать маленькими шагами. А зарядку можно делать, пока еда готовится. Мне многие говорят, что не успевают варить бульон. Но ведь бульон, он сам варится на плите, а вы же не должны около него стоять. Так что... Или порядок... Ну, нет. Порядок в квартире, да, или порядок там на рабочем столе, это важно. Поэтому порядок я бы всё-таки в топку не отправляла, Антонина. Друзья, благодарю вас за эфир. Всем желаю хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok